Ребята, у нас немного разъяснило, потеплело. Даже земля подсохла. Ребята, я сижу, перебираю семена. Тут Санечка со мной. Ваня и Славик. Мы уже решили ничего не удобрять огород. Как есть, вот сколько удобнее, столько и хватит. Саша мне наделал там грядочки. Вот, видите, не видите. Потом покажу вам. В общем, Саша там копает, садит картошку уже. Вот, видите, садит картошку. А я буду садить сейчас грядки. Ребята, все остальные в школе садят, присматривают за малышами. Ой, я надеюсь, что посажу. Вот я сейчас отбираю. Смотрите, что я сейчас на одну грядку отбираю. Мне нужна редиска. Потом мне нужен салат, петрушка. Тише, Санечка, тише. Тише. Ну, в общем, я хочу на одну грядку всю эту скороспелую зеленушку, которая нам потом быстро переходит. Тише, 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 Тише. И она будет рядышком. 7, 2, 3, 5, 8, 11. 7, 2, 3, 11. 11, Аня. 7, 2, 3, 11. Так, это вот. О, какого у тебя много. Сейчас мама все выберет. То, что мне сейчас. Потом все, наверное, не получится сегодня засадить. Я хочу Саньку сейчас еще положить 12 часов спать. То, что он совершенно не дает вообще ничего делать. Плачет, ходит за мной. Ему не нужен ни Славик, никто. Просто, чтобы его взяли на руки. Хотя я так все утро с ним хожу. Мам, где ножницы я хочу резать? Ножницы, Ванечка, дома. Я хочу резать. Травку хочешь резать? Да. Ну, потом принесем. Подожди, сейчас я посмотрю, что у меня тут. А, вот давай, Слава, ищу. Что-то я укропа столько набрала. Вообще, я его хочу на зиму, я замораживаю. Поэтому, вот, и петрушку на зиму замораживаю. Морозилочку покрошу, все. Ну, если, конечно, все вырастет, дай бог, что. Вот с нашими морозами, я даже уже не знаю, что у нас все может вырасти. Ну, все, вроде выбрала отсюда. Так что, это сейчас я на первую грядочку все высажу. Слава, посмотри здесь, посиди еще, ладно? А знаешь, что у меня поищи? Я вот взяла вот такую редиску 18 дней. Должна она быстро. Не взяли, у меня всего 2-3 пакетика. Ну, как, Слава, посмотри-ка еще. Поройся здесь и посмотри. Может, у мамы еще есть? Или вот такое еще найдешь, если укроп или петрушку. Хорошо? Вот, видите, Саня мне сейчас поможет все это дело сделать, все посадить. Да, все будет посажено, да, Саня? Да. Все посадим. Так, ну, ладно, пошла садить. Ну, вот, ребята, это первая грядочка. Вот, видите, Саша мне их наделал, сколько много. Я хочу здесь краешки посадить, вот, всю эту зеленушку, чтобы потом не тянуться туда, не ходить. А, Слайк, подожди. Неси сюда, если что-то нашел. И чтобы оно здесь рядышком было. Пошел, надергал быстренько. И не надо. А там уже такие, которые там, свекла, морковка, все остальное. Вот Сава еще нашла. Хорошо, молодец. Так что, вот такие они у нас большие. Рядышки. Будем, будем, Ванечка, садить. Будем садить. Как не буду? Буду? Все, буду садить. Буду сейчас садить. Включила ребятишкам песенки. Пускай будет им интереснее так слушать. Вытащила такую сумку старую. Сейчас здесь где-то мне надо повесить, чтобы камера на солнце не попадала. Вот хожу, думаю, куда ее запихать. Сейчас положу в эту сумку, пусть лежит тут. Всегда под рукой. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok там рассаживать. Думала, что все на одну грядку влезет, но не влезла. Так что все осталось полить и думаю на сегодня возможно хватит, а может быть еще выйду вечером. Сейчас пойду быстро готовить обед и Саньку надо спать положить. Так что вот так Саша сажает картошку у меня. Вот вынес картошку. Вот видите, все. Так что я пошла домой. Много не буду переусердствовать, а то мало ли что. Ребята, Саша у меня поехал в магазин за бочкой для воды. Сейчас вам покажу какую бочку. Так, сейчас покажу. Вот видите, у соседей у нас вот такая бочка. Вот под воду, чтобы водичка прогревалась и огород поливать. Саша тоже хочет такую сейчас. Ребята, Санька уснул. Так, ребята, я готовлю обед. Гороховый супчик сегодня у нас будет. Вот уже отпустила курочку и горошек. Поцелила водичку, уже немножко вскипела. Скоро буду пускать картошку. Немножко провариваю всегда горох, потому что он подольше немножко доходит, как говорится. Поэтому сейчас чищу картошку и спущу. Вот, ребята, Саша привез бочку. Сейчас промывает ее. Саша, зачем ее надо промывать? Она уже большая, на подставочке такой деревянной. Видите, и в таком каркасике. Там было раньше вещество латекс хранился. Саша сейчас все промоет. Да, я вижу, бежит. И потом уже можно будет воду для поливки хранить. Ну, вот уже чистенько водичка льется. Саша практически промывает. Хорошая бочка. Папа ее туда понимает. Папа промывает, качает ее. Там все смывается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Да, Ланя хочет как бы в огуречник потом засыпать еще и между рядков, между картошкой заложить все-таки, чтобы... Ну, уже на следующий год можно было просто распахать и как удобрение будет для картошки нынче уже. Он уже там часть посадил картошки, вот хочет между рядками все засыпать это. Ну, вот мы тут с Димой решили еще посадить сейчас... Вот здесь у нас за домом, видите, место есть. Я принесла кабачки. Так, патиссоны и тыква у меня, видите. Так, еще такой патиссон, еще тыква. Вот так вот с Димой сейчас посадим. Они начнут расти и сюда поползут, сюда вот на светлое место. Вот, здесь очень тепленько, за домом нету ветра, им будет очень хорошо. Сейчас Дима роет ямки, которые чернозем Саша привез. Вот он, видите, навоз прошлогодний вроде бы. Я буду засыпать и туда семечки посадим эти. Думаю, будет нормально. Вот, Саша с Витей, это Настин муж, ставят бочку. Саша вот сделал постаментик вот такой вот. И нужно туда помочь ему поставить бочку. Она очень тяжелая, я хотела помочь ему, но вообще никак, потому что она вообще тяжелая. Ну, вот так, ребята, насадила. Такие у меня гнезда получились. Здесь кабачки, здесь и патиссоны, и тыквы, в общем, что взойдет. Если что-то будет лишнее, всегда можно будет даже отсадить. И там еще в конце, сейчас у меня там проснулся Саша, не могу докончить работу. Дима меня уже там выкопал и натаскал навозу, перегноя этого. Там тоже будут у меня эти кабачки. Вот, а здесь, если свободное у нас останется место, то, если появятся у нас помидорки, помидоры, и немножко капусты здесь посадим еще по краю. В общем, что будет получаться, то будем делать. Пока вот так вот. Все, ребят, полила грядочку. Вот такая она у меня большая-большая получилась. Завтра выйду еще буду садить остальные, если все, дай Бог, будет хорошо. Саша поставил бочку эту большую. Вот так все у нас выглядит. Уже набрали воду, пускай греется, чтобы теплая водичка была потом для полива. То есть вот шланг, видите, да, подключается. И он идет вот сюда вот, где Саша сделал воду, и набирается вода в эту бочку. Вот так. Миша тут у нас разгружает чернозем. Дима загружает, папа везет, Миша разгружает здесь. Ну, то есть вот так, видите, у нас получается между грядочек будет удобрение. До какого-то уже не получилось нынче его перепахать поздновато все. Но на следующий год уже все перепашется. Так. Я посадила кабачки патиссоны, тыквы. Вот здесь вот везде, видите. И там в конце еще посадила, не видно, наверное, но травкой тут прикрыла, чтобы солнышко не спалило. Там сильно солнечная сторона, чтобы вода быстро не спарялась у нас. Ну, а здесь заборчиком маленько прикрывает. Ну, тоже, думаю, надо прикрыть будет. Сегодня поливала вот таким шлангом. У нас есть мягкий шланг с прошлого года. Он у меня весь выпачкался на грядке. Почему он у меня тут, видите, как я его там подключила. Сегодня поливали пока оттуда. Вода еще здесь не нагрелась, пришлось холодной. И он у меня весь вот так вот, ну, как сказать, протянулся через грядки прям. Ну, вот, приходилось так поливать. Саша съездил в магазин. Сюда в Бабер, где он работает, купил щебня и цемент. Я уже вам говорила, что у нас сломался столб. Вот этот вот он. Саша его подпер уже, не буду дрогать. Ну, в общем, там, в общем, как она сказать, треснула или разорвалась, или как труба лопнула. Он наклонен был сначала. Сейчас Саша хочет его залить просто. Сюда. Вот, вот, в принципе, вот. Щебель. Это все можно в нашем магазине купить, и как она работает. И цемент. Сейчас, наверное, будет наводить и заливать. Так, мальчишки пока возят чернозем. Девочки за Сашей смотрят. Девочки смотрят за Сашей? Пейте и посмотрите за ним. И еще Саша купил мне вот такое приспособление. Если честно, первый раз вижу. Роликовое направляющее для шланга. То есть, я вам сейчас показывала, да? Саня, иди сюда, что грядки все, шланг как бы портит, да, по грядке, юрзык. А вот это, по-моему, на углах как-то так в землю вставляется, и пропускаются шланги. И он по ним уже, по направляющим направляется, и не портит вам грядки. Ну, это я первый раз вижу такое. Саша просто видел, как я грядки сегодня там курочу, и вот решил купить вот это все. Он просто вкалывается в землю и просовывается сюда в шланг. Ну, вот потом сделаем, я вам все покажу, как это будет выглядеть. Янки наши, янчевицы. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...